Сегодняшняя наша программа о необычном увлечении. Это предметы для него нужны, которые мы обычно используем по совершенно другому назначению. Это мыло, которым мы привыкли мыть руки и в принципе больше никак не использовать. А также овощи, к которым мы привыкли обычно только есть. Алла пока еще одна из немногих тверичан, кто увлекается карвингом. В переводе с английского это означает вырезание. Вообще карвингом называют любую резьбу, хоть по дереву, хоть по льду. Но Алла увлекается резьбой по овощам, фруктам и прочим вкусностям, которые вообще-то привычнее резать на части или вообще есть целиком. Когда-то так думала и Алла, пока не стала переписываться в одной из социальных сетей со своей землячкой из Дальнего Востока. Та, перебравшись в Москву, увлеклась карвингом, познакомив с ним и Аллу. Вообще, несмотря на английское название, это необычное хобби появилось в Юго-Восточной Азии. По одной из легенд в Таиланде. Королеве надоели фрукты, овощи, которых в Таиланде видимо и невидимо. И она издала такой клич или приказ, не знаю, что там было. Вот. Что к такому-то торжеству вы мне, подданные, принесите такие овощи и такие фрукты, которых я никогда не видела и никогда не ела. Вот. Ну, а иначе лишитесь головы. Ну, и вот одна женщина. Ну, ничего не нашли. Всё. Лишаемся головы. И уже в самый последний момент к дворцу пришла женщина. И говорит, мне королеве. Ну, я принесла то, что она хочет. Вот. Её, когда её пропустили, и когда она открыла свою корзинку, и там были нарезаны овощи, фрукты, ягоды, вот, королева пришла в восторг. И вот с того момента пошёл карвинг. Карвинг входит в семь основных профессий государственных, которые тайцы очень ценят и берегут. С тех пор карвинг, получив распространение в Китае, Корее, Японии, попал и на Запад. В каждой стране есть свои любимые темы для творчества. Во главу карвинга в Таиланде стоит орхидея. В Китае – это звери, в Китае, Японии, Корее – звери, потом барельефы, там, люди. Вот. А европейский карвинг, и в том числе русский, он взял отовсюду. И получилось что-то необыкновенное. Мы умеем всё. По словам Аллы, в принципе, для карвинга можно использовать любые овощи-фрукты. Хоть местные, хоть экзотические. Махчевые очень красивые при нарезке. Из них можно резать корзину. Корзину эту потом наполнить фруктами. Можно какие-то цветочки поставить, можно что-то. Очень здорово смотрится тыква, кабачок, яблоко. Да нет такого, чтобы из чего-то можно не вырезать. Клубника. Казалось бы, ну что там, ничего особенного. Но такие получаются цветочки чудо. Хотя, конечно, есть и исключения. Культуры, с которыми или тяжело работать, или итоги трудов выглядят не так эффектно, как хотелось бы. Например, сложно работать с папайей. Почему? Потому что она очень мягкая. И на руке вот рисунок можно 50% конечно вырежешь. Но перевернуть его как тыкву и взять за рисунок уже нельзя. Она помнётся. Цитрусовый он немножечко подтекает. Как бы, да, картошка. Ну, вот на картошке розу можно вырезать. Это можно всё вырезать, но в ней цветности нет. Вот. Точно так же в дыне нет вот такого, да. Но вот на сей момент, вот я сегодня вырезала дыню, и она мне попалась удивительно. Видно, для вас. Вот. Она трёхцветная получилась и очень здорово смотрится. Но даже с таким фруктом, как яблоко, мякоть которого, как известно, быстро темнеет, можно работать, если знать некоторые хитрости. Лимоном водичку разбавить и побрызгать. Тогда яблочко не темнеет, груша не темнеет. И тоже сутки может простоять. Но, когда композиция готова и стоит у вас на просмотре, желательно, конечно, чтобы у вас была бутылочка, вот, в которой опрыскиваем растения, цветы, регулярно опрыскивать. И тогда у этого вашей композиции будет свежий вид. Все, как бы, овощи, которые нарезаем, да, мы их опускаем в редяную воду. Они после этого немножко твердеют и очень хорошо держат форму. И, например, тыква, если ее правильно хранить, ее можно в холодильнике хранить целый месяц. Хотя бывает, что потемневший овощ только оживляет композицию. Например, так было на международном турнире в Москве, где Алла заняла второе место. Надо было показать дракона полностью, вырезать, да. Вот. И не просто дракона, его же надо было как-то обыграть. Вот у меня была скала, из-за скалы дракон. Вот. Ну и поляночка цветочков. Из каких он культурных сделали? Скала у меня была из сельдерея. Это очень хороший овощ. Но живые объекты, цветы, там люди, звери, нежелательно делать. А вот неживые объекты, домики, пагода, скала, дерево. Это, пожалуйста, очень здорово получается. Вообще живые нежелательно? Он, понимаете, он темнеет. Представляете, потемнела скала? Она как естественно стала, как будто ее ветром обдуло, как будто гроза, гром прошел. Используется в карвинге и другой, более долговечный исходный материал. Речь идет о мыле, которое Алла варит сама. Потому что магазинная, быстро будет аллергия. Он настолько ядреный запах, да, настолько там много химии, вот. Что это я варю сама. И если бы я не резала из мягкого мыла, сваренного самой, да, я бы не смогла на чемпионате резать папайю. Почему? Какая связь? Они похожи. И папайя очень мягкая, и мыло сваренное тоже мягкое. Вот. И оно меня приучило к аккуратности. Чтобы хорошо резалось хоть мыло, хоть папайя, карвингисты используют специальный нож, тайский. Им делают все. Все, что режет, может резать карвингист и высокого уровня, и среднего уровня. Все можно сделать одним ножом. Но для облегчения можно использовать вспомогательные ножи плюс. Что используют китайцы, японцы, корейцы. А тайцы, вот один нож, все. Кроме того, активно используются и вспомогательные инструменты. А точнее, самые разнообразные формочки. Я режу одним ножом листик. А здесь щелк и готово. Лист готов. Вот. Вот такие вот есть высечки. Ножи-высечки. Вот этот, вот это можно использовать на день рождения, цифры. Можно число какое-то написать на арбузе, на яблочке. Допустим, ребенку три года. Вот вырезали яблочко и отдали ребенку. И он будет доволен и счастлив. Есть вот такие вот ножи-высечки. Вот. Смотрите, какая прелесть здесь. Как здорово. Вот вам, пожалуйста, уже готовая бабочка, цветочек. Словом, используя все эти инструменты, можно за считанные минуты украсить любое блюдо. А чтобы мы сами убедились, что времени особо многое не требуется, Алла согласилась при нас вырезать розу. Для начала из кабачка. Вот он, вот пошли уже эти. Ленточка у нас пошла. Потом эту ленточку мы вот так свернем красиво. Вот. Берем зубочистку. И вот такая у нас получилась простенькая симпатичная розочка, которую можно уже как бы использовать в салатиках, венегретиках. Розу можно сделать и из уже упоминавшейся папайи. Нож держится. Вот как первоклассника учить держать ручку. Вот так. Ножа бояться не надо. Он острый, да. Но если будешь правильными пользоваться, не порежешься. Вот. И я тихонечко делаю вот так. Вот такими поступательными движениями папайи я рисую круг. Мы все время говорим о том, что мы рисуем. Вот. Прорисовываем. Где-то на глубину 0,5-0,7 сантиметров. Вот такой у нас получился кружочек. Что я делаю дальше? Дальше я делаю подрезочку. Подрезку под углом 45 градусов. Видите ли, когда я рисовала круг, то я нож держала прямо, а сейчас под углом 45 градусов. И вот прорезав, если я это сделала правильно, это у меня все снимается одним как бы движением. Папайя очень сложный такой фрукт. Он очень мягкий. И с ним, конечно, есть особенности и трудности в работе. Дальше я его закругляю маленечко. Потому что серединка розы должна быть закругленной. Острых углов не должно быть. Убираем и приступаем к серединке. Следующий лепесток прорезаем не встык, а как бы слегка заступая. И быстренько. Когда мы режем, мы вот этим пальцем, или можно вот этим, держим фрукт. Овощ, фрукт, мыло, что угодно. Еще раз. И серединочка у нас готова. Серединка розы у нас готова. Дальше мы делаем вот здесь подрезочку. Чтобы у нас лепестки розы были раскрыты. А тут надрез под каким углом? Ну, тоже 45 градусов. Папайя очень мягкая. И можно кусочек вырвать. Мякоти. Что, конечно, потом назад не приставить. Надо очень аккуратно все это делать. Вот. А теперь приступаем к лепесточкам. Проходит несколько минут, и на папайи действительно нет, не появляется. А именно расцветает вот такая вот роза. Ну, и в качестве третьего примера Алла берет в руки то самое – собственного изготовления мыла. Опять я делаю поступательными движениями, как бы рисуя. Заготовочку нужно, чтобы получилось красивое. Здесь аккуратность. Нужно все это сгладить, все, чтобы было ровненькое. Вот. С ровненькой заготовки. И цветочек получится, как положено. Так. Здесь у нас серединочка вот такая вот кругленькая. И мы ее вот так вот и сделаем. Нож, смотрите, я держу прямо. И делаю вот серединочку вот такую вот. Кругленькую. Подрезаю. Легонечко так. Вот эту. При этом Алла отмечает, что цветочки-лепесточки можно вырезать и из покупного мыла. Не обязательно использовать это мыло. Можно брать и магазинное. Но, когда я покупала эти кусочки мыла, нужно смотреть, чтобы оно было мягкое и свежее. Для этого я такую, уловка у меня такая была. Я брила брикетик и ее сбоку вот так вот нажимала. Если оно мягкое, это мое мыло. Если оно твердое, то еще оно рассыпется. А сейчас я делаю первый ряд лепесточков. Там же у нас лепестки пошли. Угу. Немножечко вот так. Такие населечки делаю, чтобы как бы выделить лепесточек и сделать его более таким красивым. Вот такой вот первый ряд лепесточков. Но это еще не все. И чтобы он был объемным, серединка, ее нужно подрезать. Здесь же я режу обычный георгин. Похож? Обычный георгин. Вот такой получился у нас цветочек. Вот этот цветочек, я так думаю, что вы у меня в гостях. И как бы я хочу подарить вам. Спасибо огромнейшее. Настоящий шедевр. Единственное, что не стоит делать, так это размещать такие вкусные и душистые цветы рядом с настоящими. Если вы сделали чуть хуже, значит проигрываете вы. А если он будет стоять и такой же красив, как живой цветок, то гости ваши не увидят разницы в этом. Ну а на естественный вопрос, а что вы делаете с этими фруктово-овощными шедеврами потом? Алла Владимировна отвечает, конечно же съедаем, хотя и жалко немного. Но с другой стороны, будет лишний повод сделать что-нибудь новое. Что-нибудь такое, благодаря чему самый обыкновенный кусок жареного мяса превращается в роскошное праздничное блюдо. Редактор субтитров А.Семкин